Здание 45-го детского садика было построено в 60-х. Территория вокруг дошкольного учреждения всегда была благоустроена и ухожена. Но на создание уюта и безопасности бюджетных средств не всегда хватает. Да и решить некоторые вопросы своими силами невозможно. С недавнего времени несколько многолетних деревьев, окружающих здания, стали угрозой для здоровья и жизни более 300 детей. С просьбой об их экранировании к мэру обратилась заведующая садом. В течение двух дней мы получили ответ. К нам пришла комиссия, которая посмотрела и убедилась в том, что действительно деревья угрожают жизни и безопасности детей. И было принято решение о кранировании. Обратиться к Анатолию Пахомову заставил и еще один вопрос. В негодность пришло асфальтовое покрытие на площадке для ясельной группы. И на эту просьбу последовала незамедлительная реакция. Глава города Сочи всегда такую активную позицию поддерживал в том, что оказывает именно содействие таким социальным структурам, направлениям, для того, чтобы, мы сами понимаем, бюджетом не все обеспечены. Соответственно, обращаемся к организациям. На сегодняшний момент здесь 100 систем и 2000 у нас выполняют работы. То есть это будет бетонирование детской площадки, оформляться. Декосервис будет производить кранирование. В свою очередь, вышкой выдает у нас светосервис. То есть здесь комплексные предприятия, которые сегодня в городе не первый год. Подобная благотворительность лишь толика того, что делается администрацией в плане поддержки образовательных учреждений. Активно участвуют в этом процессе и шефы образовательных учреждений. Только за последние два с половиной года ими выделено 120 миллионов рублей, которые пошли на благоустройство школ и детсадов. А что касается бюджетных средств, на курорте появились пять новых и отремонтировано 36 школ. А к 2016 году за счет строительства еще 10 садов и 11 пристроек количество мест дошкольного учреждения будет увеличено на 6 тысяч.